Сегодняшняя азиатская сессия начинается с нескольких важных новостей. В частности, вчера была опубликована сводка комментариев представителей ФРС США о состоянии экономики страны. Это, в свою очередь, повлияло на сегодняшние торги на валютном рынке. Резонанс в эту азиатскую сессию вносят и опубликованные данные из Австралии и Китая. Но об этом подробнее в нашем очередном информационном выпуске. Курс доллара в четверг утром растет к другим основным мировым валютам после публикации бежевой книги ФРС США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы таким образом оценивают сводку комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. Так, экономическая активность в США в апреле-майе росла умеренными, но более быстрыми, чем предыдущий отчетный период темпами. Бежевая книга ФРС все еще подкрепляет опасения по поводу роста цен, но в целом рисует оптимистичную картину для рынка. Поэтому с начала азиатской сессии индекс доллара вырос с 89,90 пунктов до 90,08 пунктов. И по прогнозам торги продолжатся в диапазоне от 90,00 до 90,15 пунктов. А вот против японской иены американский доллар вчера подрос всего на 7 пунктов. Ранее отмеченный уровень сопротивления достигнут не был, но сегодня может быть вторая попытка, ведь в США публикуются данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP за май месяц. При этом мы ожидаем хороший результат, а завтра выйдут американские данные по безработице, что может привести к сильному росту цены после долгого ее застоя. Текущая цель остается на уровне 110,47. Однако до этой цели графику нужно преодолеть промежуточный психологический уровень на отметке 110,00, а пока что торги ведутся по котировке в 110,80. Австралийский доллар закрыл вчерашний день на уровне открытия, что у превышедших данных по ВВП за первый квартал выглядит слабо, ведь данные превзошли ожидания. Сегодня в азиатскую сессию развивается снижение. Возможно, оставшийся на прежнем уровне объем розничных продаж в Австралии не позволил рынку активизироваться. Тем не менее, пока цена проходит уровнем 0,7725, а график в это время нацелен все еще вниз, вплоть до зафиксированной ранее цели на 0,7640. Этого нам и следует ожидать, исходя из текущей обстановки. Основное же внимание трейдеров пока что будет обращено на пятничную публикацию Министерства труда США, данных о занятости в стране. Это важно и для японской иены, и для американского доллара, и даже для австралийской валюты. В то же время более дорогой доллар сдерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, так как они в этом случае становятся менее доступными при их покупке в другой валюте. Статистика из Китая крупнейшего потребителя меди также отражается на котировках. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая в мае снизился до 55,1 пункта. Ну а мы продолжаем следить за самыми интересными событиями и анализировать ситуацию на рынках для вас. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!